Евросоюз отказался признавать голландские высоты территории Израиля. Так там отреагировали на вчерашнее заявление Дональда Трампа. В своем твиттере он написал, что спустя 52 года для Соединенных Штатов настало время полностью признать суверенитет Израиля над голландскими высотами. Я напомню, что Израиль занял принадлежавшие Сирии Голланды в 1967 году в ходе шестидневной войны, а в 1981 году Кнесет провозгласил суверенитет Израиля над этой территорией. Правда, Совет Безопасности он не признал это решение. А вот израильские власти горячо приветствовали намерения Трампа, уже сутки благодарят его на все лады. А вот реакция на намерения американского президента жителей Сирии. А вы не задумывались о воле жителей голландских высот, господин Трамп? Как вы можете называть себя защитником свободы и при этом объявлять принадлежностью чужого государства территорию, которая этому государству никогда не принадлежала и была заселена с начала времен? Мы самый древний населенный район в мире, а история доказывает, что воля людей всегда возьмет верх, как бы долго это не заняло. Это глупость, это только для местного потребления. Голланды продолжают сопротивляться, и чье-то выступление этого не изменит. Во главе всего люди. Разговором победить нельзя. Они получат голланды только если убьют самих людей. Трамп сумасшедший. Каждый день говорит что-то новое. А голланды это сирийская территория. О намерении Трампа и реакции на него в Израиле поговорим с депутатом израильского кнессета, прошлым журналистом Ксенией Светловой. Ксения, приветствую вас. Спасибо, что согласились принять часть в нашей программе. Скажите, вот когда Израиль занимал голланды, он имел стратегическое значение, поскольку техника военная была в то время такая, что позволяла с помощью занятий этих высот осуществлять контроль над территорией, обстреливать территорию Израиля. Сейчас современная техника дает возможность обстреливать территорию Израиля практически с любой территории, чуть ли не с Каспийского моря, как показал опыт. Почему вопрос о голландских высотах так важен для Израиля сейчас, в 21 веке? Ну, вы знаете, начнем с того, что события, которые происходили в Сирии на протяжении последних восьми лет и непрекращающиеся попытки иранцев как раз-таки контролировать территорию, прежде всего территорию. Мы говорим о попытке основать базы непосредственно возле границы Сирии и Израиля, на южной части голландских высот, на сирийской части голландских высот. И оттуда совершать террористические вылазки, обстреливать или вести любую другую депрессионную деятельность против Израиля. Поэтому Израиль, конечно же, понимает и правые политики, правого толка и левого толка. Прекрасно понимает, что Израиль будет продолжать оставаться на голландских высотах столько, сколько это потребуется. И, судя по тому, как развиваются события в Сирии, продолжат там быть и в ближайшие десятилетия, и, может быть, и после того. Вопрос в том, если мы говорим про внутреннюю израильскую реакцию, то почему Дональд Трамп сделал это заявление сейчас, за два с половиной недели до израильских выборов? Случайно ли было это заявление? И есть еще один нюанс. Ведь на следующей неделе Трамп встречается с Ниттеняу в рамках конференции Айпок. Поэтому почему нужно было сейчас сделать сообщение в срочном порядке по Твиттеру, а не в ходе Ниттеняу, которое состоится буквально через несколько дней. Но нет сомнения, что здесь есть попытка вмешательства в ход израильских внутренних выборов, парламентских выборов, которые состоятся 9 апреля. И политическая система именно так на это реагирует. Конечно же, это подарок. Конечно же, это признание, хоть и формальное, по сути дела, оно ничего не меняет. Израиль как находился на голландских высотах, так и будет находиться на них завтра. То есть вне зависимости от того, что сказал Трамп. То есть признание Трампа это не признание Совета Безопасности ООН. Это прекрасно все понимают. Но с формальной точки зрения это все равно вещь приятная. И воспринимается здесь как вот такой вот предвыборный подарок, который был сделан американским президентом, израильскому премьер-министру. Ну вот смотрите, вот то, что вы говорите, это аргументация очень похожа на ту аргументацию, которую приводила Россия, многие российские политики перед аннексией Крыма. Говоря, что если не будет там российские войска стоять, то туда придет НАТО. Вот после тех событий 2014 года, которые мы обсуждали последние годы. Вы говорите, при голландские высоты применены так же, но применительно уже к иранцам и к тому, что там происходило. А смотрите, вот если Россия, по какому, не знаю, что-то случится и тоже признает голландские высоты израильскими, будут ли израильские политики, так сказать, поддерживать идею признания, допустим, Крыма? Вы знаете, я не специалист в ситуации, которая сложилась между Россией и Украиной. И не думаю, что это вообще, на самом деле мне трудно поверить, что это сравнение может быть правомерным. Израиль был вовлечен не по своей воле в войну в 1967 году, именно потому, что эта территория голландские высоты использовалась для того, чтобы запугивать, устрашать и терроризировать граждан Израиля. И если бы мы не удерживали эту территорию, то все то же самое происходило бы и сейчас. Я просто напоминаю, что с голландских высот простреливается Кенера. Россия однозначно сказала о том, что она не признает аннексию Израиля, голландских высот, точно так же, как, в общем-то, и весь мир. Поэтому, не втягивая сюда украинско-российский конфликт, я скажу, что я мало верю в то, что другие страны потянутся за Дональдом Трампом. И сейчас действительно случится судьбоносный такой вот шаг. И, опять же, единственная организация международная, которая компетентна и которая действительно может принимать такие решения, это, конечно же, Совет Безопасности ООН. Угроза такой сейчас, что там тоже последует за Трампом. И изменит свое решение по поводу голланд пока что нет. Кольцательная Россия с российско-украинского вопроса. Я думаю, израильская позиция ясна. Этот вопрос вообще не выносился на повестку дня. Израиль придерживается такой вот умеренной позиции, не как бы пытаясь занять сторону одну или другую и не признавая ничего, что не было бы признато международным сообществом. Продолжение следует...